Приветствую, друзья! С вами юрист Константин Морозов. Вся информация обо мне по ссылке в описании ниже. Сейчас я хочу рассказать тоже популярные моменты. Все знают такие слова «залог» и «аванс», но в принципе большинство людей даже не понимает разницу. Я сейчас попробую своими словами вам объяснить эту разницу, ну, чтобы было понятно на будущее. На примере давайте, ну, допустим, машину можно купить, квартиру можно покупать, да? То есть продавец требует либо аванс, либо залог, в договоре прописывается. Вот и в чем разница? Потому что многие люди попадают очень сильно, особенно с залогом. Смотрите, аванс, чем он? Это платеж, который, да, вы вносите аванс, в договоре прописывается аванс. Он подлежит обязательному возврату, если сделка не состоялась. И не важно, чья вина, продавца или покупателя. Продавец передумал продавать, покупатель передумал покупать. Все, в любом случае аванс подлежит возвращению. То есть если вы, что вы, в каких случаях аванс выгоден? Если вы понимаете, что можете, ну, что может поступить вам предложение купить автомобиль получше, там и так далее, то вам лучше аванс. Если вы можете передумать. Если вы продавец, да, и можете передумать, понимаете, что тоже предложение получше может поступить, то тоже лучше аванс. Все поняли, да? То есть аванс в любом случае возвращается, неважно, кто отказался от сделки. Теперь дальше, что такое задаток? Вот это самое интересное. Задаток, он вносится. Если покупатель отказался от сделки, задаток не возвращается. То есть по какой-то причине вы передумали покупать квартиру, машину или что-то, задаток не возвращается вам. Это многие люди попадают там, вот часто с ипотекой проблемы. То есть человек договаривается там с риэлтором или с продавцом, вносит задаток, вот, и, соответственно, потом ему банк отказывает в ипотеке, и человек, ну, не идет, не может выйти на сделку, нет у него денег. Вот, задаток ему не возвращается. А вот был бы аванс, вернулся бы. И, ну, и схожая ситуация, когда продавец, вот цены скаканули, продавец передумал вам продавать квартиру, допустим, или автомобиль. И, соответственно, вы имеете право взыскать задаток в двойном размере. То есть 100 тысяч, допустим, отдали, значит, он должен вернуть 200. Ну, естественно, часто не возвращают, это приходит судиться. Но тут тоже проблем нет, можно, если до суда дойти, можно и неустойку взыскать, и моральный вред, там, компенсацию юридических услуг и так далее. Вот это основные признаки аванса. Будьте очень внимательны и осторожны, когда читаете договор, и прежде 100 раз подумайте. То есть, если вы себе на 100% уверены, что вы будете покупать этот автомобиль, то лучше внести, ну, тогда без разницы, да, задаток или аванс, в принципе, если уверены. Если вы в продавце не уверены, то, соответственно, ваш вариант задаток. И наоборот, продавцу, если продавец уверен в себе, что он точно эту квартиру будет продавать этому человеку, тогда для него лучше задаток, чтобы если человек отказался, он не возвращается. Если продавец все-таки думает, что, ну, вдруг не получится там что-то, то тогда лучше аванс, просто вернуть и все, сумму.